Рак Рак Что ты делаешь? Мне скучно Жду пока ты соберешься Вышел пообщаться с людьми Что пишут? Пока ничего не пишут Я уже надел сережки А я еще сережки не надел Мне нравится твоя булавка золотая Я бы хотел носить золотую булавку Я не дам тебе свою золотую булавку Почему? Я смотрю на себя и представляю В этом ухе у меня была бы золотая булавка Я был бы похож на такого Типичного берлинского сутенера Но потому что это золотая булавка Было бы стильной То есть обычные сутенеры носят просто золотую? Просто всякую хуйню носят золотую Как типа пиратский стиль Типа клошарная шиква Джек воробей Золотая булавка Ну золотая булавка Зайбись С сутенером наверное будет неплохо Да наверное заебись Да? Телочки сразу А есть какие-нибудь элитные сутенеры? Как они выглядят? Типа знаешь в которых такие топовые телки модели Ты сейчас смотришь на будущего элитного сутенера? Вот так они выглядят? Нет тогда ты смотришь на будущего элитного сутенера У меня есть кстати подруга в Москве Которая эскорт дорогой Да? Да Классно Это напалкивает на определенные мысли Да Мы ведаемся в гости Да? Сейчас шлюху заказать что ли? Ага Могу и здесь заказать Сейчас в Москве Шлюхи пишите мне короче В личку Только красивые Нам очень так красиво Моя девушка будет выбирать вас Потом мы пригласим вас домой И жестко выебем вместе Сучки Обожаю тебя Но в Москве девочки красивые Вообще в целом в России девочки красивые В Москве да Это правда Я тебе поэтому уже из Москвы привез Я бы мог и тут в Берлине найти Да? Мог? Мог Сколько таких как я то бы мог найти Да видишь ты одной Да Ты слишком близко сидишь К моему самому опасному больному месту Да? Да Хочешь что А я могу отойти И все равно у тебя придется ответить на вопрос У тебя такие чудные носочки Для этого батя спитил кстати Шерстяные Мать отцу купила А я их пиздал Очень правильно Забрал Ну 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 Что ребят Я пошел Вот Настя оделась Вот И Вот Я мог раздеться Ты можешь раздеться Но тебе все равно Как ребят давайте пока Я бы на трое месяце разделся Я бы на трое месяце разделал сюда Ну Я так разделся А мы их снимали Так Хочешь только крыски сделал Давай сними трусики, чуть-чуть. Я в эфир уже выставил. Это твои проблемы. Теперь как-то... Да я их быстро решу. Да? Да. Да, 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 да. Да, да, да. Саламу алейкум. Талант Фары в первую очередь знаете в чем? В том, что всякая хуета, живущая далеко от МКАДа. Всякое, блядь, нищебродство. Было не в состоянии понять вообще, о чем он считает. Его талант в том, что он не каждому доступен. Вот ты, например, АК-47, понял бы, а Фарик тебе недоступен. Вот в этом его талант. Поэтому хейтеры Фарика это в основном, блядь, ебаные нищеброды, которые живут в ебенях, блядь, которые ничего кроме своих ебеней не видели, нигде не были, ничего себе не могут позволить. Просто люди, которые жрали всю жизнь, ты, а вно. Вот они не понимают Фарика, и поэтому они его хейтят. Как тебе такой вариант? Это вот мое предположение. Я, конечно, не утверждаю, могу ошибаться, но вряд ли. Ефимка, а зачем мне о нем что-то говорить? Во-первых, во-вторых, у тебя аватарка пидорская. Пишет, ромашка какая-то. Фара, всего лишь продюсерский проект. Вот я, блядь, представляю, как сидит вот этот уебан в рубашке, сука, с китайского рынка, блядь, в поношенных какие-то найках, которым, блядь, носишь уже три года, который живет где-нибудь под Омском, блядь, который сидит и прям рассуждает. Фараон это коммерческий продюсерский проект. Блядь, а ты знаешь, какой проект? Ты проект из жопы жизни, понимаешь? Вот есть анальное отверстие жизни, метафорические. Вот ты проект, блядь, от жопы, понимаешь? Ты проект из жопы жизни. У тебя там и вход, и выход. Понимаешь? Ты даже до подбородка не поднимаешься по жизни. Уебан. У тебя, блядь, тупые ублюдки. У меня, короче, была презентация в этом. Как я представил, у меня был концерт в Варшаве. Клуб был маленький, и, типа, владельцы клуба, что-то, блядь, боковали. Насчет автограф-сессии. А я в итоге решил сделать автограф-сессию и просто выйти на улицу. Я вышел, холодно было, я вышел прямо на улицу и простоял часа, наверное, полтора. На улице с фанатами, делая фотки, давая автографы и так далее. Я просто полтора часа после концерта вышел, стоял на улице. Подходит какая-то ошмара. И такая, говорит, что мы когда будем развлекаться? Я смотрю на нее, это бухая мажорка какая-то. Типа, в смысле? Да я что тут, блядь, пришла, смотри, как ты, типа, малолетками фоткаешься. Типа, у меня тут отель недалеко, поехали. Мы ха-ха-ха с нее. Я, короче, говорю, ну иди вниз, тебя Женя, короче, впишет тебя, Женя, потом с собой возьмет. В итоге мы поржали над ней, она, короче, спустилась. Она действительно сидела, ждала, она была с парнем. Она пришла туда с парнем и хотела уехать с нами. В итоге мы, короче, свалили, потому что это было просто бухая стерва, поехали домой. Забыли про нее, потому что на следующий день нам нужно было ехать дальше. Два дня спустя пишет мне какой-то уебан, типа, обещал сфоткаться со всеми фанатами, но как какая-то шмара пальчиком поманила, сразу съебался. Я думаю, ебаный в рот, я полтора часа стоял на холде, общался, фоткался со всеми. И все равно среди этой толпы находится какой-то пидорас, который, типа, у которого пердак подгорает от чего-то. Ну тут понятно, от чего, блядь. Он бы, конечно, хотел быть на месте того, к которому телка в толпе подходит и говорит, поехали трахаться, понимаешь? И вот от зависти настолько у таких нищебродов замкадыша горит пердак, что они тебе там потом такой вот негатив пишут, понимаешь? Это гнилые люди, это продукты, блядь, из жопы жизни. Это говно в жизни просто, в жопе. В общем-то, наверное, просто не... Не, я охуел с того момента, просто между срок читая, было понятно, что ему, блядь, не понравилось. Но я все равно полтора часа стоял, общался с фанатами, и потом мне какой-то ебан пишет такую хуйню. Пиздец. Так, так, так. Меня пишет, знаешь, кто? Приятель, которому я должен был куплет отписать для Скади. Будут треки про политику на новом альбоме. Братан, ты что, получается, меня уже простил? Мы с тобой уже на нормальном общаемся? Наверное, почта может открыть просто. Слушай, открой так почтальону, Настя, не одевайся. Приви мою посылку, пожалуйста, вот так. Он что-то сказал на немецком, я, естественно, ничего не поднял. Ты нажала? Ну, нажал кнопку. Я надеюсь, что это... Кто-то добро будет. Да, блядь, я только рад, я не конфликтный человек, я вспыльчивый, как вспичка, но я быстро остужаюсь. Тухну. Моя злость тухнет так же, как и вспыхивает. Не знаешь, что кажется, что эта кепка пришла? Да. Да, скорее всего. Что? Я не вижу, никто не доходит. Сейчас в любую минуту решится судьба кепок-голов. Но мне что, я больше ничего не заказывал в последнее время. Меня не было в Алма-Ате, потому что мне все доказывали, ты родился в Казахстане, ты можешь лететь в Казахстан без визы. Я говорил, ребят, я родился в Казахстане, но у меня нет казахстанского паспорта, у меня гражданство только в Германии. Нет, ты там родился, они не могут тебя не впустить. В итоге, в тот день вылета, когда я должен был лететь, уступать в Казахстан в 2011 году, мне сказали, а у вас нет визы. Я говорю, а я родился в Казахстане, покажите документы, у меня их нет, мы вас не можем впустить. Поэтому в итоге я не полетел никуда. Что интересно, кого ты так слушал, надо было вообще-то информацию проверять, а они не увидят. А фит за бабло, я могу тебе в личку скинуть, братан, себе оставишь. На память. Настя, он, наверное, не знает, куда войти. Ладно, пойду. Сейчас я пойду за... Я открыла, нажала, и никто не заходил по... Ты можешь выйти в сторону? Что вы, глянь? Я за машиналетный бедный, он может делать мне. Он в крайней куче, а ты снизу в киоске. Я выбрала, что я надену вот эти кроноски. Можно. Ты чё, хрен не надеете? Что? Славик, смотри, где-то трачет трафик. Я вот помню, в России трафика там... Сколько интернет у вас стоит? Ну, я платила, например, 600. То есть 600 рублей. Тут возмущается какой-то тип, короче, я на тебя трафик трачу. То есть человек задумается о 600 рублей. 600 рублей – это меньше 10 евро, правильно? Да. Ебатничь, броды, сука. Охуеть. Братан, если меня встретишь, напомни мне, я тебе дам 600 рублей, я тебе их подарю. Нищий ты мой слушатель. Сынки, не стыдно быть бедным. Бывает всё в жизни. Стыдно ныть. Вот когда у тебя денег нет, это одно. А когда ты публично об этом ноешь, вот это зашквар, вот это стыдно. Когда ты нищеброд, с этим смирился и ноешь на весь мир. Когда ты пишешь везде, мне дорого, чё так дорого? Блядь, чувак. Это как будто ты, блядь, Господу, Богу жалуешься. Чё у меня хуй короткий? Вот почему у всех, блядь, большое, а у меня хуй короткий? Вот точно так же звучит, когда вы, блядь, пишете, а чё так дорого? Чувак. Имей достоинство. Уважай себя хоть чуть-чуть. Уважай себя. Уважай себя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Садись DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Садись DimaTorzok Товарищ Субтитры сделал DimaTorzok Садись 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 DimaTorzok Вот зеркли Садись DimaTorzok Думаю наверное займись. Это думан и Феда пойдем собираться Shah Жд kind like Продолжение следует...